дорогие друзья здравствуйте я ташинов максим и эта программа силы слова мы в бангалоре в этой части индии и у нас в гостях драгоценный брат благословенный служитель евгений румянцев он и его семья посвятили свою жизнь тому чтобы проповедовать евангелие в этой части света в этой части индии они делают это уникальным образом не так как все они достигают людей через служение детям дети в индии это замечательное служение я знаком с этим служением уже два года первый раз я попался два года назад и вот возвращаясь сюда снова и бог нам дал такую особую привилегию благодать принимать какое-то посильное участие в служении этой драгоценной семьи здравствуй драгоценный брат с тобой продолжаем говорить о служении детям и когда писание говорит евангелие говорит нам о том чтобы идти до края земли и проповедовать евангелие всему творению знаешь мы часто это воспринимаем как-то в нашем понятии в нашем мышлении это обычная картина больших евангелиционных компаний крузейтов церкви и вдруг просто ты делаешь это по-другому скажи пожалуйста вот эти две программы мы говорили о служении детям да что бог вот уникальным каким-то образом просто отдал возможность достигать людей и с племенем он по который не имеет своей письменности не имеет своей библии не имеет национальной церкви и вдруг вот на данный момент сколько детей в вашем детском доме сейчас на 45 45 детей вот просто и вдруг вот просто бог дает вот такую как бы ну такое количество детей разного возраста мальчики и девочки вот и вот вы люди из другой культуры с другим языком другим менталитетом мы говорили об особенностях служения детям да скажи пожалуйста как ты видишь дальше развитие вот они у вас в детском доме до получают образование потому что вы оплачиваете вы даете образование пищу одежду христианское вероучение хорошо когда они выходят из детского дома то есть дальнейшее как ты видишь служение и жизнь этих детей главное это то что они становятся учениками иисуса христа и мы ставим именно такую цель чтобы когда они выйдут за пределы детского дома чтобы они не потерялись то есть мы не ставим им какую-то там это образ церкви тому что вот именно так или именно так то есть просто придя в свой свои родные деревни да вот к своему к своему народу там нету зданий там нету какого-то воскресного собрания да да но тем не менее они могут оставаться христианами потому что есть внутри них понимание что они с богом что иисус все равно является их спасителем и что они его последователи ученики и даже статистика говорит что если ребенок принимает в детстве иисуса христа и становится христианином то это как правило на всю жизнь это мировая статистика я думаю это тоже является и нашей целью что мы берем детей как правило до десяти лет в атмосфере детского дома в атмосфере любви в атмосфере слова божьего в атмосфере молитвы христианского учения они становятся последователями иисуса вот и это это самая важная для нас часть второе это конечно мы хотим дать им образование светское образование и конечно если они вернутся в свое место после нашего детского дома они будут светом для своего народа во всех отношениях то есть они будут образованными я думаю многие закончат институты при приедут займут высокие посты потому что там очень много необразованных людей есть образованных людях и конечно они будут лидерами которые будут духовно влиять на эту местность. Это та цель, та мечта, которую Господь в нас вложил. Можно сказать, что это не просто как сиюминутная программа, это долгосрочный проект на долгие годы, на долгие десятилетия. В том-то и дело, что некоторые ищут чего-то яркого и сейчас, то есть зрелищного. У нас долгосрочная программа, у нас дорогая программа, потому что мы полностью обеспечиваем детей, это дорого. И это не приносит плоды завтра и послезавтра, это плоды приносит через десятилетия. Но те плоды, которые мы ожидаем, мы думаем, что это изменит этот народ, это изменит ту местность, из которой они приехали. Потому что сейчас это, к сожалению, темное место, достаточно демонизированное. То есть мы верим, что Иисус Христос, свет Божьей любви придет в это место. Я бы хотел обратиться ко всем нашим драгоценным телезрителям, кто смотрит нас сейчас в программу, где бы вы ни находились. И если Бог просто вкладывает призыв в ваше сердце идти проповедовать Евангелие... Знаете, на самом деле это очень хорошо, когда сердце человека открывается для того, чтобы повиноваться по велению Иисуса Христа идти проповедовать Евангелие до края земли. Но очень часто именно стереотипы о том, каким должно быть христианское служение, мешают огромному количеству хороших, благословенных людей приносить плод. Потому что в нашем представлении, я скажу честно, даже в моем представлении, христианское служение, оно просто часто как бы сформировано в моем понимании так. Это большие крусейты, большие богослужения, большие церкви. Но вдруг, попав сюда, в Индию, столкнувшись вот именно с этим служением, служением Евгения Рубянца, его супруги, его дети, я вдруг увидел, что служить на этих местах просто короткими какими-то визитами, посещениями не получится. Почему? Потому что я думаю, что необходимо строить долгосрочные проекты, долгосрочные программы, которые будут иметь, может быть, не сиюминутный какой-то отклик. Потому что мы часто можем видеть, да, чтобы покаялось столько-то людей, исцелилось столько-то людей. Но в действительности сколько людей покаялось и сколько из них будет продолжать вести христианскую жизнь, вот это и есть вопрос того плода, который, я думаю, Бог ожидает от нас. Скажем так, вот человек из России попадает в Индию, да, сталкивается вот с этим служением. Как часто ты испытывал разочарование из-за того, что, может быть, что-то не менялось так быстро? В конце концов, работа с детьми, это действительно долгосрочный проект, это не время, как одной недели, даже не одного года, это просто рассчитано на десятилетия. И вдруг, когда ты так долго не видишь каких-то, ну, больших, мгновенных результатов, роста, что ты чувствуешь? Во-первых, я каждый день вижу детей, да, поэтому это уже не разочарование. И, если честно, я каждый день молюсь и благодарю Бога, и говорю, Господь, спасибо, что ты признал меня верным и дал мне возможность служить этому народу. Я очень счастлив в этом плане, и у меня нет вот разочарования, потому что, ну, как бы нет у меня вот этого, вот, знаете, там, какие-то крусейды или еще что-то. То есть, ну, просто скажу, что я достаточно счастлив, служая этим детям, и нет у меня мечты, там, делать что-то другое, потому что я знаю, что это то, к чему меня призвал Бог. И если что-то делаешь от себя, то, как бы, всегда сложности и проблемы. То есть разочарований никаких не было никогда? Не, ну, какие-то, может, бывают такие разочарования временные, но разочарования в служении или желания чего-то другого, вот, у меня не было совершенно, да. Потому что я делал свое, не то, что мне Бог говорил. Я знаю, как это трудно, поэтому я не хочу своего, я хочу только Божьего. Поэтому очень важно понимать, к чему ты призван, а еще важнее понимать, к чему ты не призван. Потому что если будешь делать... Знаешь, есть такая, у меня такая, смотри, ты, Боже, пусть я буду там, где я должен быть, и пусть меня не будет там, где я не должен был быть. Да, да. Потому что если мы что-то на себя взваливаем, нам кажется, о, крусейд, это хорошо, давайте делать. Ты будешь, высунув язык, бегать, там, какие-то деньги собирать, что-то делать. И кому это надо? Господь тебя не призывал это делать, а ты там просто думаешь, ну... Потому что, извини, да, потому что, ну, бывают случаи, когда люди просто, ну, проводят большие мероприятия евангелиционные. Кстати, к моему большому удивлению, очень большому удивлению просто, я увидел много христиан, ну, скажем так, да, христиан в Индии, национальных церквей, больших служений, огромных, просто гигантских служений, мега служений в Индии. Это было, наверное, тоже одно из таких удивлений, которые я испытал, увидев огромное количество церквей, служений, служителей в то же самое время. Просто ты понимаешь, что вот на представление наше о христианстве и представление, скажем так, основного населения Индии о христианстве резко отличается. И я видел, как люди приезжают сюда для того, чтобы делать большие крусейты, большие мегастронные программы, и огромное количество людей приезжает. Но, к сожалению, приходится констатировать, что не всегда это делается честно. Или это делается просто, может быть, грубо сказано, селфи, фотографии, просто большое шоу. А плод этого, то есть результат, и вот меня всегда беспокоит именно, не то, что беспокоит, а настораживает вот именно отношение к плодам. Потому что, в конце концов, вот все это шумиха, и вот шоу, и все это пройдет, останется, останется только вот, что ты принес. Когда я смотрю на ваше служение, когда я смотрю то, что делает ТВ, просто я понимаю, что здесь будет плод. Почему? Потому что это измененные жизни. Это не просто какая-то короткая яркая вспышка, когда, знаешь, просто приехал кто-то, что-то сделал, пау, все, звук, шоу, все, и пустота. То есть, как мыльный пузырь. Но когда я смотрю на детей, я просто понимаю, что здесь это надолго. То есть, это плоды, это измененный характер, это измененная жизнь, это измененная судьба. И это так ценно на самом деле. Я хотел поблагодарить просто то, что имею такую честь, привилегию, во-первых, знать тебя, во-вторых, ты разрешаешь приезжать сюда. Спасибо большое, дорогая. Мне тоже честь, что мы будем вместе с вами. Слава Богу, просто. Ты знаешь, я хотел бы тоже сказать, что это смотря кто что ищет. Потому что для кого-то важно строить Царствие Небесное, а для кого-то важно строить свое имя и свое служение. И, к сожалению, были и такие ребята, которые нам просто конкретно заявляли, для нас важно наше имя, и мы вкладываем деньги в наше имя. Все просто. То есть, ребят оттуда, с родиной, которые приезжают сюда и говорят. Ну, есть там одна русскоязычная семья, которые... Не будем называть имена. Хотя, можно было и назвать, да. Вот. Они просто открыто нам сказали, заявили, что, вы знаете, нас волнует наше имя, наша организация, и мы вкладываем деньги в это. То есть, поэтому для нас важен пиар. То есть, мы даем деньги, если вы нас пиарите. Вот приблизительно так. Понятно. Возвращаясь к нашим, к вашим, к нашим детям, да, благословенным детям, то есть, будучи в детском доме, я думаю, мы покажем еще просто, то есть, детей мы покажем служение, мы покажем это все в наших программах. Вот, возвращаясь к ним, скажем, когда они приезжают в ваш детский дом, да, все-таки, понимаете, оторваны от той культуры, от родных, от близких, так далеко попадают сюда. Для них это насколько вообще, как бы, ну, шок, потрясение? Как долго длится это время привыкания вообще, да, к вашей семье? Да, конечно, когда маленький ребенок, у него тоже есть время, потому что вот он оторвался там, все равно были какие-то родные люди, которые там где-то рядом были. И есть период такой адаптации, но у нас, знаете, есть одна такая вещь, мы говорим, если ты будешь плохо себя вести, мы тебя назад отправим. У нас никто не хочет назад, потому что они понимают, что им здесь лучше, намного лучше, чем там. Хотя, конечно, есть какая-то тоска там по своим там родным местам, по каким-то людям, которые для них тоже какие-то родные. Потому что это племя, все равно, даже если нет мамы, папы, все равно есть какие-то родственники, братья, сестры, двоюродные там, все равно это есть, конечно. Вот, и они скучают и говорят, мы хотели бы съездить на месяц, но вернуться обязательно, потому что здесь, конечно, им хорошо. Аминь! Продолжение следует...